Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 апреля, день Терентия, назван в честь святого мученика Терентия. Римский царь Декий, желая всех обратить в идолопоклонническую веру, послал во все области своего царства указ всех христиан принуждать к идолослужению, а непослушных подвергать суду и казни. Терентий и другие с ним христиане отказались. Раскаленными железными прутьями жили плечи их, а раны поливали уксусом, смешанным с солью, и растирали суконными тряпками. В дальнейшем они были усечены мечом. Этот день в старину называли Днем Солнца Захода или Терентия Марьевного. Оказывается, наши древние предки выходили на двор и внимательно осмотрели на восток. Если Солнце окружено Марьевом, то год будет урожайным. И наоборот. Понятие восточной и западной стороны света было очень важным для дохристианских славян. Они полагали, что восток это место, где рождается Солнце, могучее светило, дарующее жизнь всему живому. Когда было введено христианство, то восток стал восприниматься как место, где живет Бог, а запад называли владениями Сатаны. Приметы. Если Солнце в этот день от восхода до заката окружено Марьевом, то есть туманностью, лето будет хлеборобное. Если дымки нет, то скорее всего придется засевать поле заново. Молодые паучки появились. Если знать теплые деньки близко. Если старые пауки сегодня сидят на паутине высоко, к заморозкам. Если сегодня ясный день, пора перепахивать озимое поле и засевать его яровыми. Этого знака ожидали крестьяне, чтобы отправиться на работу в поле. Если лещина сегодня украшена пушистыми сережками, земля больше промерзать не будет. И если сегодня утром стоит туман напротив Солнца, то днем возможен дождь. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Доброго здоровья и до новых встреч!